МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Режим повышенной готовности за подписью мэра нашего города сопровождается, как правило, неблагоприятные метеорологические явления порывистыми ветрами и пониженными температурами, что в свою очередь определяет риски, связанные с отключением большого количества абонентов от подачи теплоносителей и от подачи электрической энергии. Поэтому мы точно должны быть с вами готовы к этим вызовам. Есть определенные риски. Похолодание может доставить немало хлопот коммунальным службам и ресурсоснабжающим организациям. Готовы ли коммунальные службы города к морозам? Тепло должно поступать в квартиры бесперебойно. Оборудование предприятия работает в штатном режиме, а военно-отклющенных потребителей у нас недопущено. Вчера отрабатывали ряд замечаний по потребителям, в том числе такие дома, как Голдца 107, ООО 18, Лейна 143. Вчера произвели ряд локальных регулировок. Сегодня мы будем смотреть результаты. При необходимости будем продолжать регулировочные мероприятия. Подача тепла – комплексная работа, ответственность за которую не только ресурсоснабжающие организации, но и управляющие компании. В нескольких жилых комплексах в период холодов проведена корректировка подачи теплоносителя. Зампрокурора Владимир Колесников отметил, что продолжается мониторинг проблемных домов. Составлены акты по обращениям граждан. По результатам проверок будет дана оценка работе предприятий и должностных лиц. Обеспечьте, чтобы ваши диспетчерские службы работали. Мы уже неоднократно вносили акты прокурорского реагирования, обращали ваше внимание. Еще раз говорю, будьте внимательны и не замалчивайте те проблемы, которые у вас есть. Лучше заранее сообщить, пусть у вас есть возможности технические решить самостоятельно эти вопросы, но уведомьте службы, уполномоченных должностных лиц, чтобы была возможность в случае, если вы не справитесь, как-то подключиться оперативно. Вопрос очень серьезный, вы все прекрасно это понимаете. Также на штабе РСО была рассмотрена аварийная ситуация в ЖК «Черное море». Накануне в комплексе была отключена подача воды. Руководитель управляющей компании доложил о мерах по устранению аварии. Сейчас ведется откачка воды из канализационной насосной станции после прорыва. Снижать темпы мы никакого не будем и видеть эти проблемы заранее. Поэтому вся эта критика производственная, она принимается в полном объеме. И выводы мы, соответственно, будем делать. Потому что ее видно, там, где мы недорабатываем, мы точно должны корректироваться. Вадим Иванок, Синяя Сипко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Прокуратура – система органов, которая контролирует соблюдение законов, а также прав и свобод человека. Учреждена она была указом императора Петра I в 1722 году. Более чем за 300 лет расширился список полномочий сотрудников прокуратуры. Модернизировалась система, но суть работы юристов осталась прежней – стоять на страже законности и правопорядка. Еще многое предстоит сделать, предъявляя максимальные высокие требования к себе, к своей работе, к порученному делу. Продолжая защищать интересы государства и каждого конкретного гражданина России, его права, его безопасность и достоинства. Мы с вами трудимся в эпохальное для страны время. Будущее разворачивается на наших глазах. Прокуратура, имея за плечами 300-летнюю историю, не просто соответствует духу времени, а является непосредственным участником этих процессов. Сегодня сотрудники Анапска межрайона прокуратур отмечают свой профессиональный праздник. В системе исполнилось 302 года. В честь этого в городском театре прошло торжественное мероприятие для работников прокуратуры курорта. Это очень ответственная работа, это очень сложная работа, это трудная работа, но она очень необходимая для всех, для нас. И я очень горд, что в нашем городе очень серьезная, сильная, самое главное, порядочная, эффективная прокуратура. Искренне благодарен за тот труд, который вы несете, за ту ношу, которую вы несете, за те задачи, которые вы выполняете. Выполняет, еще раз повторюсь, самое главное, результативно. Для блага жителей нашего города. Уважаемые сотрудники органов прокуратуры, в этот день от имени Совета я хочу всем вам пожелать света, добра, благополучия, успехов, мирного неба. С праздником, дорогие друзья! За добросовестную работу коллектив Анапска межрайонной прокуратуры был награжден благодарностью мэра курорта. По словам сотрудников, главное качество, которым должен обладать прокурор – человеколюбие. Справедливый, ответственный, искренне любящий свою работу – такому коллективу по плечу любая задача. Я считаю, что сотрудник прокуратуры должен быть честным, ответственным, добропорядочным и обладать таким очень важным качеством, как человеколюбие. Мы свою работу любим прежде всего за то, что мы помогаем гражданам, обеспечиваем соблюдение законностей на территории Российской Федерации и восстанавливаем права простых граждан. На самом деле только в прокуратуре есть возможность максимально помогать людям, способствовать восстановлению законности и предупреждать совершение правонарушений и преступлений. Вадим Иванов, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Десятки административных и уголовных дел на столе – привычная картина в кабинете прокурора. Зачастую в окружении важных документов проходит весь рабочий день сотрудников государственного органа. Ежедневно они стоят на страже соблюдения прав и свободы граждан нашей страны, при этом сохраняя главное личное качество. Человечность, наверное, основной из самых близких принципов человеку-прокурору. Потому что без этого невозможно рассматривать жалобы, относиться к своему любимому делу. Ну и, конечно, должно быть призвание, призвание прокурора. Потому что от этого зависит, наверное, все для того, чтобы был нужный результат. А нужный результат – это добиться защиты прав наших граждан. Костя Канапской межрайонной прокуратуры – это опытные специалисты, за плечами которых годы работы. И молодые сотрудники, которые продолжают набираться опытом. Преемственность поколений – связующая нить. Качество, которое ценят в профессии трудолюбие, честность и добросовестность. Молодежь приходит очень грамотная, очень добросовестная, порядочная. Ну, по крайней мере, мы стараемся вместе с ветеранами сделать так, чтобы весь накопленный опыт и ветеранов, и нас передать, конечно, этой молодежи. Не обязательно, конечно, здесь стремиться, наверное, к звездам. Звезды придут сами собой. Главное, наверное, все-таки стремиться к профессионализму. Потому что будет профессионалист, будут и награды, и звезды. Сотрудники прокуратуры – это не только государственные служащие, но и прежде всего обычные граждане. В свободное от работы время они продолжают оставаться энергичными людьми с активной жизненной позицией. В нашей нервной работе такой, конечно, нужно еще находить, где ты можешь себя найти в чуть-чуть другом деле. А спорт, он немного отвлекает, он немного, ну и в то же время он дисциплинирует, как бы там ни было. Поэтому и результат тот, который у нас есть и в наших спортивных достижениях, это, конечно же, огромное уважение к ребятам, которые помимо работы еще и стараются показать свои знания, навыки в чем-то другом. Такой дружной профессиональной команды анапские сотрудники прокуратуры продолжают и дальше выполнять свою главную миссию – стремиться к торжеству справедливости. Работникам прокуратуры и ветеранам желаю, прежде всего, мирного неба над головой, добра, человеческого счастья, успехов в работе, карьерной лестницы и, конечно же, положительных результатов в работе. Никита Васюхин, Вадим Иванов, Михаил Попов. Анапа. Регион. Массивный стенд с наградами – один из 22 экземпляров, колесящих по всей Кубани. Сегодня выставочную витрину, включающую в себя 59 копий орденов и медалей времен Великой Отечественной войны, привезли на курорт. Стенд – главный элемент экскурсии под названием «Уроки мужества в наградную систему России». Данное мероприятие проводится в рамках проекта «Времен связующий нить-2» первого гранта губернатора Кубани. Данное мероприятие мы проводим уже в 15-м муниципальном образовании. Начали мы в декабре прошлого года. В этом году уже это третье мероприятие. И оно связано с вопросом в рамках патриотического воспитания подрастающих поколений. И если за стеклом стенда были муляжи, то у этой девочки в пилотке на парте лежал настоящий орден. Лиза – правнучка участника Великой Отечественной войны Ивана Семеновича Пинского. Прадедушка-пятиклассница сражался с фашистами, начиная с 22 июня 1941-го и заканчивая победой в 45-м. Лиза поделилась со своими одноклассниками историей жизни и боевого пути своего предка. В Великой Отечественной войне принимали участие мой прадедушка и моя прапрабабушка. Я очень ими горжусь. Потому что они были лучшими людьми по рассказам моих родителей. Я буду передавать всю свою память, все рассказы, которые мне рассказывали и ветераны, и родители, чтобы все мои потомки помнили об этом. Участником мероприятия также стал один из немногих героев тех страшных событий Василий Михайлович Кулькин. 4 января ветерану исполнилось 97 лет. Награда – это продолжение жизни ее награжденного. Как правило, для этих людей уже нет живых, но награды в нем они существуют вечно. Вот для этого большое спасибо и я попросил бы, чтобы вы об этом помнили. В завершении урока организаторы провели викторину и проверили знания ребят о Великой Отечественной войне. А стенд с наградами теперь навсегда останется в стенах учебного заведения, чтобы школьники знали памятники героической истории своей страны. Никита Васюхин, Михаил Попов, Анапа-регион. Неделя продвижения активного образа жизни завершилась на Кубани. Физическая активность – то, что позволяет человеку поддерживать здоровье и улучшать качество его жизни. О положительном влиянии активного образа жизни нам рассказал врач по спортивной медицине городской больницы Анапы Дмитрий Пирогов. По рекомендациям ВОЗ в неделю необходимо 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной физической нагрузки. Занятия помогают укрепить костно-мышечную, дыхательную, сердечно-сосудистую систему. Являются профилактикой таких заболеваний, как остеохондроз, артрозы при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Для заболеваний сердечно-сосудистой системы являются профилактическими при ишемической болезни сердца, артериальной гипертензии. При заболеваниях, например, дыхательной системы к положительным влияниям физической активности на организм человека можно отнести такие факторы, как стимулирование деятельности мозга, улучшение качества сна, снижение стресса и уровня кортизола в организме. То есть основного стрессового гормона. Также сжигание калорий и уменьшение веса тела, соответственно. Физическая активность снижает риск развития онкологических заболеваний. Преимущественно для женщин это такие заболевания, как рак молочных желез, для лиц мужского пола. Чаще всего это заболевания онкологические, связанные с органами пищеварительного тракта и дыхательными путями. Любая физическая активность лучше, чем ее отсутствие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова